Многоэтажный дом вместо спортивной арены. Общественность Каспийска озадачена судьбой стадиона Труд. Вместо спортивного объекта в скором времени может появиться многоэтажная застройка. При этом все будет абсолютно законно. О том, почему такое может случиться, в сюжете Пасимат Ханаповой. Стадион Труд, или как его называют, народный стадион, был открыт в 1961 году. Со дня основания здесь кипела жизнь. Тут начал свою историю футбольный клуб «Анжи». Под сводами дворца тренировалась целая плеяда звезд мирового бокса. И с этой богатой историей стадион через два года должен был отмечать свое 60-летие. Если бы не одно «но». Стадионом может не стать. Существование единственной народной спортивной площадки Каспийска сходит на нет. А все потому, что собственных земли не в том финансовом состоянии, чтобы его содержать. Предприятие «Дагдизель», на балансе которого находится стадион, выставило объект на продажу. В городе даже пошла молва, что на участок уже претендует некий застройщик. На сегодняшний день ситуация такая, что завод в долгах «Дагдизель» имеет перед государством большие долги. И так как они акционерные общества, они имеют право его продать любому человеку. Они сами заинтересованы, чтобы республика взяла на баланс. Но если республика не возьмет на баланс, они его продают частным инвесторам. И вы прекрасно понимаете, вокруг нас здесь появятся элитные дома. Как говорится, своя рука владыка. Предприятию нужны средства, и руководство пытается добыть их путем продажи своих активов. Винить их за это нелогично. При том, что «Дагдизель» переживает сейчас не лучшие времена. Калиторская задолженность объекта за прошлый год больше 2,5 миллиардов рублей. За комментарием мы обратились в дирекцию. Однако свои планы на стадион обнарудовать они не могут, ввиду секретности объекта. Но известно, что переговоры с местной властью уже ведутся. Администрация города обратилась с письмом к новому директору с просьбой объяснить, что они собираются делать с этими объектами. И по мере возможности передать их собственность или администрации города, или хотя бы Министерству физкультуры и спорта. Недавно была личная встреча главы города и директора завода. И вот при личной встрече, вроде новый директор сказал, что будет искать инвесторов для того, чтобы восстановить. Вариантов сохранить стадион немало. Найти инвесторов, перевести объект на баланс государства или же выкупить его правительству Дагестана. Сейчас дворец оставляет удручающее впечатление. Когда-то это был один из главных спортивных объектов республики. Здесь находится даже уникальная яма. Углубленная площадка, коробка для игровых видов спорта. Представьте, здесь скамейки везде были. Люди приходили и наблюдали, болели. Это все было переполнено людьми. Это было, знаете, здесь было табу вообще даже соринку бросить. А сейчас посмотрите, в каком она состоянии находится. К сожалению. Ко всему прочему, дворец нужно не только отстоять, но и реконструировать. Однако, по словам специалистов, главное не отдать. А там потом дело за малым. Если бы эти объекты были собственностью администрации города или министерства физкультуры и спорта, можно было бы писать письма, чтобы нас включили в какую-нибудь федеральную программу и были бы выделены федеральные деньги на ремонт, на реконструкцию. Пока эти объекты являются собственностью акционерного общества, ни в одну федеральную программу они попасть не могут. Основные защитники стадиона – это общественность города. Они уже продолжительное время пытаются обратить внимание республиканских властей на проблему. До столи Гейбата в каждые выходные проводят массовые зарядки с приглашением именитых спортсменов. Для меня, в первую очередь, как для спортсмена, который в прошлом занимался профессионально спортом, хотелось бы, чтобы был в республике такой стадион. Почему? Потому что наше подрастающее поколение, оно растет, чтобы у них была возможность заниматься, тренироваться. Мы когда тренировались, это были 2000-е годы, да, мы здесь все. Как весна наступала, мы проводили здесь все свои тренировки. Он был более-менее, но сейчас он вообще никакой. Здесь кустарники, деревья сухие, его надо капитально делать. На эти мероприятия собираются сотни горожан, любящих спорт, среди которых и дети. Каждая такая зарядка здесь заканчивается с призывом спасти Каспийский стадион. На Каспийский стадион! Нынешняя компания в поддержку стадиона не первая. Помимо общественности, этим вопросом на притяжении нескольких лет озабочен и муниципалитет. Я неоднократно обращался к нашему Путину Владимиру Владимировичу, и к Медведеву, и Матвиенко, и Михельсону, и Мутко. Все эти люди дают ответ, что согласно закону у них нет полномочий забрать у кого-то, например, у акционерного общества, и передать нам. Что этот вопрос мы должны решать на месте. И отправляют эти письма правительству республики Дагестан. Разрушать стадион не хочет никто. Ни муниципальная власть, ни общественность, ни Дагдизель. А значит, сейчас все зависит от воли руководства республики. Если правительство Дагестана не приобретет стадион, то на его месте, вероятно, вырастет жилой комплекс с видом на море. Так, 120-тысячный город останется без единственного народного дворца спорта. Но активисты уверены, что стадион еще возродится. И даже решили, что назовут его в честь олимпийского чемпиона из Каспийска Владимира Юмина. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, Салман Гетихмаев, Новости ННТ, Каспийск.